Итак, если мы говорим о коммуникативных практиках, по сути, мы имеем в виду некоторое речевое взаимодействие двух субъектов. И в этом смысле мы можем свидетельствовать, что это, по сути, один из вариантов социального взаимодействия. Если вспомнить теорию Макса Вебера, то социальное взаимодействие — это всегда действие вокруг, рядом, в присутствии другого. Другой — это тот, кто нам не равен, но тот, кого мы считаем способным к действию, к чувствованию, к проявлению эмоций. В этом смысле существуют некоторые идеальные теории или теории идеального коммуникативного действия, и одна из них принадлежит Юргену Хуппермасу, и разбор ее должен осуществляться не только с точки зрения лингвистики, но и с точки зрения политической философии. Хуппермас настаивал на том, что коммуникация всегда, публичная или приватная, должна строиться по принципу диалога. Диалог — это ситуация, в которую вступают два свободных субъекта, признающих друг друга равными, соответственно, друг другу. Два агента, которые уверены в том, что они свободно вступают в коммуникацию, уверены в том, что они не будут воздействовать друг на друга силовыми методами или с помощью административного ресурса. Они вступают в коммуникацию, чтобы достичь какой-то цели, а не породить какую-то истину в процессе агрессивного спора. И они надеются на некомпромисс в чистом виде, но на совместное действие, сотворчество в производстве каких-то культурных и социальных норм. Хуппермас настаивал на том, что такая коммуникация должна быть вообще характерна для любой публичной деятельности и общественной деятельности. По сути, любую политику, как проявление голосов граждан, как конструирование гражданского свободного общества или сообщества, должно ставить или составлять на основании именно диалога. Это поможет решить проблемы конфликта, это поможет решить проблемы противостояния. Это создаст предпосылки для формирования настоящего сообщества свободных граждан, объединяющихся абсолютно на собственных основаниях в свободное объединение или сообщества, которые взаимодействуют друг с другом по принципам комфортным для всех участников. Если бы эта прекрасная идеальная теория работала, в действительности в ней не существовало бы понятия hate speech. Поэтому в целом можно рассматривать подобные теории коммуникации как некоторое желание достичь какого-то консенсуса, как некоторую конструкцию, которая имеет смысл стремиться. Hate speech — это понятие, которое на русский язык переводится двумя способами. Это либо язык вражды, либо риторика ненависти. Специфика этих переводов в том, что их произвели лингвисты прежде всего. Например, риторика вражды — это термин именно лингвистический в первую очередь по своим основаниям. И лингвисты, занимающиеся этой проблематикой, ищут те риторические фигуры, тропы, элементы художественного языка или языка агрессии, которые превращают любое высказывание в hate speech. Когда мы говорим о языке вражды, мы вспоминаем именно об этом переводе. Мы вспоминаем о тех комментариях, которые оставляют современные специалисты в области медиакоммуникаций. И здесь мы видим, что в российском контексте очень часто звучат слова о том, что язык вражды — это те высказывания, которые основаны на религиозной или национальной нетерпимости и провоцируют как минимум неприязнь. На мой взгляд, все эти определения недостаточны. Во многом потому, что они не согласуются с международным опытом взаимодействия с hate speech. Международный опыт, разумеется, различен, есть европейский тип реагирования на такое явление, есть американский, но все они основаны на очень важном явлении. Hate speech — это проявление дискриминации на вербальном уровне, или то, что называется на дискурсивном уровне, то есть на уровне общения, по отношению к какому-то человеку, которого мы считаем принадлежащий к определенной группе, недостойный нашего качественного и равноправного отношения. И в этом смысле, по сути, hate speech — это вариант дискриминации. И дискриминировать можно любого миноритария, любую группу, которую мы называем меньшинством, любого того самого другого, о котором говорил Вебер. Проблема заключается в том, что до сих пор не существует ни качественной теории, объясняющей, что такое hate speech, ни, скажем, легитимных способов регулировать проявление hate speech в реальности. Например, в Европе комитет министров сформировал некоторые предписания, которые предполагаются к использованию на уровне прецедентного права, то есть на уровне правовой культуры. Эти предписания выглядят довольно беззубыми или слишком гуманными. Во многом потому, что эти предписания все время дополняются новыми группами других, по отношению к которым возможно проявление hate speech. Если сначала это были прежде всего национальные группы, мигранты, религиозные группы, то теперь туда включаются группы по гендерному признаку формируемые, группы, связанные просто с разнообразной социальной принадлежностью или даже с возрастной принадлежностью. То есть, например, эйджизм становится вполне явным открытым проявлением hate speech. Получается, что если мы воспользуемся европейским опытом, мы будем постоянно включены в круговорот судов и судопроизводства по принципам прецедента, которые никогда не закончатся. Это такая порочная зависимость, порочный круг. В американской системе координатов, в американской правовой культуре ситуация обстоит еще сложнее, потому что в Америке существует первая поправка, которая защищает свободу слова, и любые попытки регуляции, особенно жесткой регуляции, проявлений hate speech могут вызывать жесткую критику со стороны тех, кто защищает первую поправку. И очень часто это в том числе журналисты или любые другие публичные люди, которые в постоянном режиме производят какие-то смыслы, разделяемые другими. Поэтому в Америке преимущественно занимаются не hate speech, а hate crime, то есть преступлениями на почве ненависти. И этим занимается ФБР, где существует специальное подразделение, где активно работают с жертвами и с пострадавшими. И в данном случае речь идет о том, что преследовать человека, который производит высказывания, основанные на ненависти, которая в свою очередь имеет основанием или источником нетолерантность или нетерпимость, очень сложно. Зато можно преследовать человека, который совершает физическое насилие и реальное преступление, которое в свою очередь основано на той самой ненависти, основанной на той самой нетолерантности. И здесь существует довольно серьезное судопроизводство, которые довольно успешно реализуются. Но этот опыт тоже не очень подходящий для российской системы координат, потому что здесь, во-первых, не настолько сильны голоса тех, кто защищает свободу слова. Здесь существует довольно много конфликтов этического свойства, например, в самом пространстве журналистики. А во-вторых, довольно сложно выстроить именно в российской системе координат доказательную базу, которая приведет от идеи преступления к идее того, что оно совершено на почве именно ненависти и именно имеющее основание нетолерантность. В этом смысле можно говорить о том, что во всем мире существует два ключевых подхода к тому, как защищать людей от проявления hate speech. Первый подход, минимально работающий, минимально успешный, связан с попытками регулировать общественный порядок. Давайте зададим такие рамки коммуникации, такие рамки публичного поведения, которые будут запрещать людям проявлять даже не уважение, даже не оскорбительные какие-то интенции, а ненависть. Это очень плохо работает, потому что очень сложно доказать, что какое-то конкретное высказание повлияло на какое-то колоссальное количество людей. То есть в данном случае за отдельное высказание судить сложно, оно не так сильно влияет на публичный политический характер всего происходящего. С другой стороны, есть попытки регулировать не все публичное пространство, а попытки защищать конкретных людей через защиту их от оскорблений и от различных преступлений, которые унижают честь их и достоинство. И здесь как раз очень интересно, что российский опыт согласуется с этой практикой, потому что в России тоже существует в правовой культуре запрет на оскорбление и унижение чести и достоинства. Но, как мы видим, исследования hate speech ждут своих специалистов. И, на мой взгляд, это должны быть специалисты двух уровней или двух типов. Первый тип специалистов — это люди, которые будут создавать архив явлений или феноменов, или проявлений hate speech, которые будут собирать разнообразные проявления этого явления, фиксировать, документировать их. И второй тип исследователей — это те, кто будут создавать, пусть может быть, и упрощенные схемы понимания этого феномена, но, тем не менее, которые позволят увидеть, каким образом возникает hate speech, как из конкретных скандалов, из агрессий, из переступлений приватного пространства другого человека возникает эта идея нетолерантности, и которые смогут, в свою очередь, переступить дисциплинарные ограничения, например, лингвистики и конфликтологии, и увидеть картинку в целом. Мой интерес к hate speech родился из проекта социолингвистического, который порядка трех лет назад начал Максим Крангаус. Наша идея заключалась в том, что собирать большие скандалы, которые происходят преимущественно в социальных медиа. В первую очередь мы ориентировались, конечно, на фейсбук, на российский фейсбук, на русскоязычный. Смотреть, как эти скандалы развиваются, каков их сценарий, кто в них участвует, как в них работают сообщества, какой язык они используют и так далее. И вот из этого общего проекта вырос мой интерес именно к hate speech по одной простой причине. Каждый скандал, который я наблюдала, а я их наблюдала довольно много, у меня собран порядочный архив из нескольких десятков подобных конфликтов, так или иначе приводил к ощущению, что там очевидным образом осуществляется риторика hate speech, там происходит оскорбление на почве выделения групп миноритариев, меньшинств, других которых можно оскорблять, можно бить, можно уничтожать. И все это выходит далеко за пределы привычного, например, троллинга, моббинга или чего-то подобного. Моя проблематика внутри hate speech, мой подход в этом исследовании, базируется на двух основных методологических предпосылках. В первую очередь, эта предпосылка связана с тем, что изучать hate speech можно только с помощью методологии, связанной с media studies, new media studies или digital studies, то есть исследованиями медиа, новых медиа и цифровой среды. Я пытаюсь понять, каким образом коммуникация в сети, ее типы, ее особенности влияют на то, как люди коммуницируют в реальных ситуациях, на то, как люди говорят. Есть ли какая-то связь между тем, как люди осознают интернет, как свободное пространство, где допустимо все, или как пространство, которое наоборот контролируется кем-то? Есть ли взаимосвязь между тем, как быстро они переходят к hate speech и вот этим пониманием интернета? И здесь, с одной стороны, есть такая уловка, да, можно просто воспользоваться существующими теориями и сказать, что на самом деле все это очень легко объяснимо. У прекрасного исследователя медиа Яна Ван Дейка есть книга Network Society, где он говорит очень простую вещь. В сети становится интенсивным все то, что существует офлайн. И, соответственно, мы можем сделать вид, что если, например, российское общество в большой степени агрессивно или становится агрессивно, или теряет какой-то комфорт, оно становится еще более агрессивным, страшным и злобным в сети. Но это слишком просто. Это слишком простое объяснение, которое можно использовать в качестве популярного высказывания, но оно не подходит для исследователя. Это, во-первых. Во-вторых, не очень понятно, как можно сравнивать какую-нибудь бытовую агрессию, бытовые столкновения с тем, что происходит именно в социальных медиа. И вторая очень важная предпосылка, которой я руководствуюсь, это методологии или логики, которые выстраивает политическая философия. За время наблюдения за разными конфликтами я увидела, что в сети они работают и реализуются по-разному. Есть какие-то конфликты, которые реализуются только в цифровой среде, только в среде социальных медиа. Это конфликты внутри профессиональных сообществ, которые реализуют свою профессиональную деятельность именно онлайн. Есть какие-то конфликты, которые начинаются в совершенно другой среде, например, в городе, в нашей повседневности. и они активно обсуждаются именно в сети. Соответственно, мы видим ситуацию, когда сталкиваются разные представления о публичности, разные представления о приватности, когда люди транслируют свои идентификационные основания, то, во что они верят, то, что они представляют из повседневного опыта, который есть оффлайн, в повседневный опыт, который есть онлайн. И это очень интересно обсуждать именно потому, что именно использование норм и основ политической философии выводит нас на очень важное рассуждение о том, можно ли вообще, изучая хейтспич, прийти к каким-то конкретным рекомендациям, которые помогут на практике политикам, юристам, политологам. Дело в том, что любые разговоры о том, что хейтспич надо ограничивать или что это явление патологично и его надо запрещать, приводят, по сути, к такой практике запрета и юридической регуляции, которые инфантилизируют пользователи. Если людям объяснить, что одно можно, а другое нельзя, они никогда не научатся сами контролировать процесс выбора, того, что корректно и того, что некорректно. Фактически это придет к тому, что у нас будет такой один большой господин знания, который знает, как и что нужно делать, а все остальные будут играть по его правилам. Это не очень согласуется с логикой построения гражданского общества, которое в состоянии само выбирать, во что ему верить и во что не верить. И второе, что очень важно, любая практика хейтспич позволяет людям наращивать потенциал сопротивления оскорблениям и патологическим явлениям, с которыми они встречаются. Если человек не будет знать, как ему защищаться от агрессивной социальной среды, он не сможет быть самостоятелен. Поэтому, обсуждая проблематику хейтспич, нужно быть очень аккуратным не только в выборе методологии, но и в формулировании тех рецептов, которые могут быть использованы в реальной, повседневной, профессионально ориентированной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok